В C++ любые функции могут иметь параметры по умолчанию. При этом это касается как обычных функций, так и методов, и в том числе конструкторов. При этом очень важно, что значения параметров по умолчанию должны быть указаны при объявлении функции. То есть если у вас функция разбита на объявление и определение, то значение параметров по умолчанию выносится в объявление функции, соответственно, выносится в заголовочный файл, а при определении функции уже никакие значения указывать не надо, они будут подразумеваться, потому что в том месте, где вы эту функцию будете определять, у вас, скорее всего, будет посвящено объявление функции. Давайте посмотрим, как это можно использовать для определения конструкторов. В прошлом примере у нас у структуры point было два конструктора, один без параметра, второй с параметром. Теперь можно уменьшить количество конструкторов до одного, просто указав значение по умолчанию для параметров конструктора с двумя аргументами. Соответственно, если мы укажем в конструкторе с двумя параметрами значение по умолчанию для обоих параметров, то этот конструктор будет работать как конструктор без параметров, как конструктор с одним параметром, а как конструктор с двумя параметрами. Соответственно, если мы определим переменную, не указав никаких параметров конструктора, то поля этой структуры проинициализируются нулями, то есть значениями для x, y по умолчанию. Если мы укажем один параметр конструктора, то таким образом мы проинициализируем x двойкой, а y проинициализируется нулем для значениями по умолчанию. Ну и если мы укажем оба значения для параметров конструктора, то значения по умолчанию будут проигнорированы и x, y проинициализируются тройкой и четверкой соответственно.